Зеленый грецкий орех Применение в народной медицине У неспелых зеленых грецких орехов выявлен большой спектр положительных воздействий на организм человека и потому плоды молочной спелости очень востребованы в народной медицине Из зеленых орехов также готовят полезное варенье Зеленые орехи отличаются относительно мягкой кожурой и ядром Они легко протыкаются зубочисткой или иголкой Ядро орехов еще напоминает студенистую массу а у скорлупы нет крепкой оболочки Зеленая кожура у них сочная и нежная не отделяется от скорлупы Сбор недозрелых орехов проводят в мае и первой половине июня Проверяя пришло ли время собирать плоды их прокалывают крупной иглой Если иголка с легкостью прошла через орех и из отверстия начал вытекать сок плоды можно собирать Такие орехи легко разрезаются ножом Химический состав незрелых орехов богат аскорбиновой кислотой Неспелые орехи по содержанию не уступают таким источникам этого витамина как цитрусовые плоды шиповник и черная смородина витаминами П, П и Е а также группы В углеводами, каротином, фитостеринами дубильными соединениями полиненасыщенными жирными кислотами Кверцетином, гиперазидом, флавоноидами йодом, солями кобальта, кальция и других минералов эфирным маслом, хинонами веществом юглон, у которого отмечают бактерицидное воздействие, белком, органическими кислотами и другими Полезные свойства недозрелого грецкого ореха Укрепляет здоровье Способствует заживлению и эпитализации ран Останавливает кровотечение Противодействует атеросклерозу Обладает вяжущим действием Обладает антипаразитарной активностью Ускоряет восстановление после истощающей физической нагрузки Уменьшает проявление воспалений Оказывает бактерицидное воздействие Является отличным источником аскорбиновой кислоты и йода Эффективно справляется с диареей Помогает устранить импотенцию Благодаря большому содержанию витаминов В и Е Вред Может проявиться индивидуальная непереносимость соединений Имеющихся в составе неспелых зеленых орехов Употребление грецких орешков в молочной спелости Нежелательно при избытке йода в организме Иногда возникают аллергические реакции На неспелые плоды ореха Настойка неспелых орехов на водке Не рекомендуется при псориазе и нейродермите А также при гастрите аноцидном и крапивнице Сок Для получения сока помытые молодые плоды Нужно нарезать на ломтики и поместить в стерильные банки Пересыпая сахаром Сахара берут вдвое больше, чем орехов Емкости закрывают крышками И настаивают в холодильнике Периодически сливая жидкость, которая в них образуется Эта жидкость и является соком Пить его можно весь год по чайной ложечке Также для извлечения сока Смесь нарезанных орехов с сахаром Можно пропустить через соковыжималку Особенности сока недозрелых орехов В соке, полученном из орехов молочной спелости Много йода и других полезных веществ Поэтому он может служить укрепляющим средством А также рекомендуется при гипотириозе Поскольку сок содержит весьма большую дозу витамина С Он рекомендуется при цинге Сок орехов молочной спелости помогает при ангине Его разбавляют в 10 раз кипяченой водой Применяют для полоскания горла несколько раз в сутки Втирание сока неспелых орехов в кожу Помогает избавиться от нежелательного волосения Например, на лице у женщин Втирать сок следует один раз в день Прежде чем использовать сок на коже Важно проверить ее чувствительность на небольшом участке А также знать, что кожа может временно приобрести желтый цвет Кожура Зеленая кожура представляет собой хорошее лекарственное сырье Настой, изготовленный из такой зеленой кожицы А также сок из нее применяют в народной медицине В качестве средства против слабости в мышцах и переутомления Смешивая такой настой или сок с медом Получает противоопухолевое, противоязвенное и кровоочистительное средства Отвар из зеленой кожицы эффективен при экземе, туберкулезе кожи, гнойной сыпе, чесотке или лишае Настой и отвары на кожуре зеленых орехов являются хорошей профилактикой кариеса Если кожицу зеленых орехов высушить и измельчить То полученный порошок можно применять для заживлений ссадин и остановки кровотечения из носа Смешав такую измельченную кожицу с молочной сывороткой Получает эффективное средство при диффузном зобе Измельчив кожуру и залив чайную ложку получившегося сырья стаканом кипящей воды Готовят чай, помогающий очистить сосуды Особенно ценный этот чай при добавлении в него меда Масло Измельчив 100 грамм зеленых орехов вместе с их кожурой Сырье заливается бутылкой растительного масла пол литра Емкость с орехами и маслом выдерживается в течение месяца в темном теплом месте После чего масло процеживается Такое масло, получаемое из зеленых орехов, обладает слабительным и противоглистным действием Также им можно смазывать кожу при разных ее заболеваниях Помогает это масло и при варикозе Им рекомендуют смазывать расширенные вены Данная масляная настойка при наружном использовании Поможет также при обморожениях, выпадении волос и трещинах заднего прохода Ее можно употреблять и внутрь Средство эффективно при болезнях нервной системы и патологии почек Применение в кулинарии Из зеленых орехов можно приготовить компот, маринад и варенье Варенье Незрелые ореховые плоды часто используют для приготовления варенья Получая не просто лакомство, а отличный продукт для профилактики простуд Укрепления иммунитета и поддержки щитовидной железы У варенья из неспелых грецких орехов Отмечают положительное влияние на течение воспалительных процессов в почках Такое варенье рекомендуют к употреблению женщинам, у которых есть фибромиома Нюансы приготовления варенья Возьмите 100 неспелых орехов и замочите их на месяц, регулярно меняя воду дважды в день, чтобы убрать у плодов горечь и терпкость Промытые орехи, очищенные от внешней кожуры, заливаются на одну ночь известковой водой В литре воды растворите столовую ложку извести Для окончательного избавления от горечи орехи можно проварить в воде несколько раз Для первой варки возьмите на литр воды 250 грамм сахара Для второй варки на каждый литр воды добавьте по килограмму сахара и чайной ложечки лимонной кислоты После каждой варки охлаждайте орехи Плоды можно варить целыми или нарезать на дольки В первом сиропе варите орешки до 3 часов Во втором до готовности Лимонную кислоту добавляйте за 5 минут до завершения варки Итоговый продукт будет представлять собой мягкие, неразвалившиеся орехи в прозрачном темно-коричневом варенье Разливайте его по баночкам холодным Такое варенье является вкусным, деликатесным продуктом Его пищевая ценность на 100 грамм 248 килокалорий В которых 62 грамма углеводов Зеленый грецкий орех в медицине Из зеленого грецкого ореха делают тадикамп Который является эффективным средством для лечения множества заболеваний Для укрепления желудка рекомендуют варить зеленые орехи в молоке 4 орешка измельчают и заливают полулитрами закипевшего молока Смесь кипятят 5 минут А затем укутывают и настаивают 2 часа Процеженный настой принимают 2 недели, 4 раза в день За полчаса до еды По половине стакана Также при болезнях желудка эффективна и настойка на спирту из зеленых орехов Ее следует принимать 1 месяц За полчаса до еды Трижды в день по 40 капель При диарее измельчив 4 зеленых орехов И смешав со стаканом меда Вы получите средство против поноса Его нужно принимать до выздоровления по чайной ложечке Добавляя в чай Детям давать половину дозы Хранить такое средство нужно в условиях холодильника Зеленый грецкий орех как общеукрепляющее средство Для приготовления лечебного сырья на основе зеленых орехов Нужно брать пропорцию на 4 ореха полкилограмма сахара Орехи моют, пропускают через мясорубку И смешивают с сахаром или медом Хранят полученное средство в холодильнике Взрослым его рекомендуют добавлять в чай Трижды в день Как замену сахару По столовой ложке Для детей разовое количество уменьшается до 1 или 2 чайных ложечек Отвар Залив 4 измельченных зеленых ореха 500 мл кипятка И настояв его в термосе в течение 2 часов Получают отвар Помогающий при диарее и гипертонии Процеженный отвар Принимают по 1-2 столовых ложки За полчаса до еды 1-2 недели По 4 раза в день Регулярно выполняя полоскание рта таким отваром Можно укрепить зубы Зеленый грецкий орех Настойка Настойки на основе неспелых грецких орехов Чаще всего бывают спиртовыми или медовыми Из зеленых околоплодников делают также водный настой Эффективный при туберкулезном поражении лимфоузлов Кожи и гортани Чтобы приготовить противоглистный настой На неспелых орехах Берут измельченные зеленые орехи 4 столовые ложки И заливают их подсоленной кипящей водой На 200 мл воды Четверть ложки соли Настояв средство 30 минут Его процеживают и разделяют на небольшие порции Выпивают в течение суток Настойка на водке Спиртовая настойка на ядрах зеленого грецкого ореха Помогает при глистных инвазиях Полезнях печени Остеохондрозе Гипертонии Ламирулонифрите Опухолях Болезнях желудка Бесплодии Менопаузе Мастопатии Стрессах Депрессии Раздражительности Нервозности Атеросклерозе Калитах Истощении Упадки сил Авитаминозе Йододефиците Анемии Заболеваниях костей Болезнях лорорганов Атитах Заболеваниях мозга Радиоактивном воздействии И других патологических состояниях Лечение такой настойкой назначают на 1 месяц Рекомендуя принимать ее 3-4 раза в сутки За 20 минут до еды От 30 до 40 капель Приготовление настойки Измельчите 100 грамм орехов с кожурой Положите измельченные орехи в бутылку Залейте емкость доверху водкой И хорошо закупорьте Настаивайте месяц Поставив бутылку в нежаркое темное место Процедите Принимайте курсами После 1 месяца делайте перерыв на 1 неделю Особенности применения Для лечения поликистоза Настойку смешивают с медом По одинаковой пропорции И настаивают 3 недели в холодильнике Принимать полученное средство нужно 2-3 раза в день Перед едой по чайной ложке Спиртовая настойка сделана из меда Из зеленых орехов Поможет избавиться от лямблей Ее принимают по чайной ложке В течение 1 месяца Добавляя в чай 3 раза в день Также эта настойка рекомендована При болезнях щитовидки В течение месяца принимайте За 20 минут до приема пищи От 30 до 40 капель До 4 раз в день Эффективна она и при сахарном диабете Рекомендации по дозировке И длительности приема те же Что и при заболеваниях щитовидной железы Компрессы со спиртовой настойкой Помогут избавиться от пяточных шпор Также наружное применение Рекомендуют при радикулите Заболеваниях суставов И остеохондрозе При онкологии Зеленые орехи 50 грамм Пропускают с кожурой через мясорубку И смешивают с медом Полкилограмма Средство нужно настаивать В течение месяца А затем хранить в холодильнике Его принимают при раке легкого Трижды в день до еды По чайной ложке Чтобы сделать из зеленых орехов Полезное средство При любом виде рака Смешивают по одному стакану Измельченных орешков и меда А затем добавляют 20 грамм аптечной настойки йода 5% Полстакана листиков алоэ Измельченных И 20 граммов медицинского дегтя Все ингредиенты перемешиваются И настаиваются сутки Для курса лечения Таким средством Нужно 3 его порции Затем делают перерыв на месяц И повторяют лечение Принимать смесь Рекомендуют по чайной ложке Трижды в день Запивая теплой водой Оптимально выпивать препарат Перед едой За 20 минут Интересные факты Отвар из незрелых орехов Употреблялся издавна Принимать его при желудочном Или кишечном расстройстве Рекомендовал еще Гиппократ Свойства отваренных в молоке Неспелых орехов Укреплять желудок Было выявлено Древнегреческим врачом Галеном На Руси Врачеватели Рекомендовали употреблять Зеленые орехи натощак Смешивая их с медом и инжиром Французские врачи Во времена Средневековья Предписывали больным с глистами Отвар из неспелых орехов В трактатах тибетской медицины Неспелые орехи Упоминаются как средство Против злокачественных опухолей Источник Интернет Будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok